За его жизнь боролись лучшие врачи, но, увы, президент Узбекистана Ислам Каримов скончался. Об этом сообщило российское информационное агентство новости. Тело Каримова привезли в Самарканд, где его и похоронено. Соболезнование временно исполняющему обязанности президента республики Узбекистан Нигматулей Юлдашеву выразил Владимир Путин. Напомню, Ислама Каримова госпитализировали в конце прошлой недели. С инсультом его доставили в реанимацию. И теперь возникает вполне логичный вопрос, кто же займет место лидера Узбекистана. Эксперты пока не спешат называть и конкретные имена. Президент Казахстана будет непосредственно участвовать в определении преемника. Он вылетает туда для того, чтобы в республике сохранилась стабильность. Вот это очень важный момент. Казахстан подает себя как главного модератора центрально-азиатских процессов. И сейчас президент Казахстана будет непосредственно участвовать в определении персоны, которая возглавит страну. Дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Теляева разместила в инстаграме пост в скорби по отцу. Своё горе она выразила на фоне чёрного траурного квадрата. Он ушёл от нас. Подбираю слова и сама не верю в это. Ислам Каримов ушёл из жизни на 79-м году. Он был бессменным лидером Узбекистана более 25 лет. Политический марафонец – один из самых сильных диктаторов. Так мировая пресса называла единственного и бессменного президента Узбекистана – Ислама Каримова. Этот пост он занимал с марта 1990 года. Дольше, чем любой другой руководитель бывших союзных республик. Вряд ли мальчик из Самарканда, рождённый в семье простого служащего и домохозяйки, мог предположить, что его жизнь сложится таким образом. Но, судя по золотой школьной медали и двум дипломам советских вузов – технического и экономического – ко взрослой жизни Ислам Абдуганиевич готовился тщательно. Трудовая карьера началась ещё в 1960-м на Ташкентском машиностроительном заводе. Каримов от помощника мастера дослужился до ведущего инженера-конструктора. На этой должности его заметили и начали продвигать по партийной лестнице. Сначала он работал в республиканском госплане. Затем возглавил Министерство финансов Узбекской ССР. К 1986-му стал первым секретарём Каждариинского обкома, а ещё через три года – первым лицом в Среднеазиатской республике. После развала Союза, благодаря своему опыту и репутации, Каримов избрался на пост президента. И с тех пор выигрывает каждые очередные выборы. За более чем четверть века политик прошёл через теракты, вызванные разногласиями с некоторыми религиозными лидерами, покушения. В конце 90-х Каримов чудом не пострадал при взрыве в Ташкенте и многочисленные информационные атаки. Президента Узбекистана обвиняли в излишне жестокой позиции по отношению к конкурентам. Также пресса не раз сообщала о резком ухудшении здоровья Каримова. В копилке личных достижений Каримова – десятитомник политических книг, посвящённых родной стране, звание почётного гражданина Сеула и почётного профессора МГУ, множество орденов и других государственных наград. У политика – сын от первого брака и две дочери от второго. Они подарили Исламу Абдуганиевичу пятерых внуков. Каждое первое сентября в Узбекистане проходят торжественные мероприятия, посвящённые Дню независимости страны. Президент республики всегда в первых рядах, рядом со своим народом. В этом году – четвертьвековой юбилей, но политик его пропустил. Менее чем за неделю до праздника в прессу просочилась информация о том, что президенту срочно понадобилось полное обследование и консультации иностранных врачей. Валерия Попова, Life.